Белозащитники намерены открыть приют для бездомных животных, а пока жители подбрасывают кошек и собак в городскую станцию ЮНАТОВ. Репортаж Марина Бандуровой. Буквально из каждого угла станции юных натуралистов наблюдают грустные то кошачьи, то собачьи глаза. Сюда практически каждый день подбрасывают бездомных животных. Оставить их на улице у сотрудников детского образовательного учреждения не хватает совести, хотя они прекрасно понимают. Средств на то, чтобы прокормить всех зверюшек не хватит. Да и дети могут подхватить какую-нибудь заразу. Только как объяснить горожанам, что здесь не питомник, они не знают. Нам просто подкидывают. Мы же не можем выкинуть это животное. И да, мы начинаем пролечивать его, тратить свои деньги. Причем деньги-то, получается, те, которые бюджетные деньги. На отлов бездомных животных администрация города тратит около миллиона рублей в год. Однако в 2012-м уже зафиксировано более 70 фактов нападения на людей. Среди пострадавших от зубов братьев наших меньших и дети. Некоторые предполагают, что приют сможет изменить ситуацию в городе в лучшую сторону. Основная задача приюта – это отлов животных, их стерилизация. Либо находим нового хозяина, либо упускаем естественную среду. То есть, если животное в естественной среде стерилизовано, оно уже не принесет потомство. К решению городской проблемы подключились даже социальные сети. Здесь активисты ищут волонтеров, временно хозяев для бездомных животных, а также собирают средства. Схема достаточно проста. Любой желающий может положить деньги на так называемый голодный телефон, а позже зайти в контакт и просмотреть отчет о расходах, дабы убедиться, что деньги потрачены на добрые дела. В администрации города начинание жителей поддержать готовы и советуют организаторам написать бизнес-план и побороться за грант. Эти деньги станут стартовым капиталом для строительства приюта. При этом все прекрасно понимают, приют это не бизнес. Поэтому, чтобы прокормить голодные рты, придется искать спонсоров и меценатов. Моя задача как интинца, как руководителя администрации, как человека, у которого у самого есть собака, помогать со своего кармана, какой-то частью материально, со своей заработной платой, продуктами. Моя задача поговорить с бизнесом, чтобы они тоже содействовали и привозили определенные продукты, вот это я буду делать. А это воинская часть, рядом с поселком Южный. Здесь в будущем расположится приют. Вокруг достаточно места для вольеров и выгула животных. Правда, кроме простора, остальные условия отсутствуют. Перед тем, как приют начнет работу, необходимо будет продумать каждую мелочь и не забыть, что условия придется создавать не только для кошек и собак, но и для штатных сотрудников. Ведь следить за животными необходимо круглосуточно.